Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня у нас на обзоре очередная ручка с Алиэкспресс PILOT 88, а точнее PILOT FP88G, которая является, собственно, обновленной версией, это 78-й же модель. Пришла она вот в такой коробочке, вот эта коробочка, на которой написано, собственно, PILOT, логотип пилота. Здесь написано Z-PENSE CASE C, собственно, вот и все, больше на ней ничего не написано. Открываем коробочку, сторонку, более такая серебристая, красивая коробочка, не помялась, ничего, и вот она ручка. Здесь такая, есть ушко, за которое вытаскивает ручку, и в таком пакетике, на котором написано тоже PILOT F, пришла вот такая вот ручка. Коробочку, наверное, положим в стороночку, больше она не нужна, а ручку будем рассматривать. Вот такая вот ручка, кстати, на сайте продавца несколько расцветок, золотистые, серебристые, это надо смотреть, они по оттенкам идут. Я взял такую вот зеленовато-серебристую, это металлические части, у двух сторон металлические части, со стороны вот колпачка, собственно, металлические, со стороны само тело ручки металлическая часть. Здесь на ручке написано PILOT JEPON, ну, мы понимаем, что мы рассматриваем, наверное, китайскую копию или реплику, поэтому, наверное, это не настоящий пилот, и как бы хорошо бы сравнить с настоящий. По поводу сравнения, вот я обещал в прошлом видео сравнить пилот-петит, китайский и пилот-петит настоящий, но, к сожалению, так и не могу найти настоящий пилот-петит здесь, в Москве. Может, кто-то посоветует, у кого-то, может быть, есть, либо кто-то предложит, где можно найти точно такую ручку. Поэтому жду ваших предложений, комментариев по этому поводу. Хотелось бы сравнить, действительно, как пишет такая ручка, пилот-петит. Ну, а сейчас мы рассматриваем пилот FP88G. Посылочка, собственно, шла 10 дней. Стоимость этой ручки 1858 рублей на момент покупки. Ну, уже более-менее такая, не 200 рублей, а уже 1000 рублей, поэтому качество, конечно, немножко другое. Ну, будем рассматривать по порядку. Колпачок вставляет металлический корпус с такой вот блестящей хромированной скрепкой. На скрепке, кстати, с одной стороны написано джепом, а с другой стороны написано пилот. Очень жесткий. Сама скрепка очень жесткая. Очень хорошо сделана, кстати. И здесь, если смотреть внутрь, конечно, видно крепеж, но не так, как это было на прошлых китайских ручках. Так, крепеж самого колпачка замаскирован. Вот, если, не знаю, там проскальзывает что-то, видно, не видно. Более культурно сделано крепление этой скрепки. Теперь рассматриваем, собственно, саму ручку. Перо этой ручки. Как я уже ранее говорил, F. Толщина письма 0,4-0,5 мм. И написано пилот F-Jepon. Коллектор сам тоже очень интересный. Видите, такой характерный для пилота, но не характерный для обычных ручек. Видите, сложно даже как-то сказать, из чего он сделан. Ну, вернее, не то, что из чего, а как он сделан. Совсем другой расклад. Собственно, держатель, вот где пальцы, там очень удобно сделано. Такое небольшое расширение к перу и утолщение к самому телу ручки. Кстати, вот эта вставочка, она пластмассовая, ну, сделана как бы под кожу. Как бы кожа. Ну, на самом деле, это пластик, мы же понимаем. Откручивается тело само. Видим механизм набора чернил. Это пипеточного такого типа. Кстати, мне очень не нравится такой. Он, на самом деле, недолгостойкий. И очень часто выходит из строя вот эта вот резина. Она со временем теряет свои свойства. И приходится менять весь этот узел. Здесь тоже есть надпись. Пилот джепом. Сделано в Японии. Будем верить, что это сделано в Японии. Да, кстати, сам механизм вот этот снимается. Достаточно туго. И, наверное, можно его менять полностью. По самой ручке. Значит, длина ручки 138 миллиметров. Диаметр максимальный 13 миллиметров. Вес 27 грамм. Ну, попробуем заправить ее. И посмотрим, как она будет писать. Сейчас главное нам не изляпаться в чернилах. Поэтому аккуратно протираем ручку, чтобы не изляпаться. Вот, кстати, я уже изляпался в самих чернилах. Поэтому опять извиняюсь за свой внешний вид. Вот эта чернила, это недостаток, конечно, руче. Хотя многим, собственно, и нравится. Ну, что будем писать? Будем писать вот что. А-а-а. 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 Я тут микрофон поднесу к перу. Вот у нас будет такой эксперимент. Посмотрим, как запишется звук. И, может быть, будем практиковать. Потому что многие просят, как пишет перо, чтобы слышно было. А-а-а. Продолжение следует... 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 Тогда наше общение будет более тесным, и какие-то вещи мы можем там сразу прямо и решить. Вот такие вот вопросы, такие моменты хотел вам рассказать. Рассказал, про ручку рассказал, ручка мне понравилась. Все-таки повторю, что от своих денег она стоит. Пишет очень хорошо, ну вы видели сами, прямо от заправки не надо было ничего расписывать. Прямо очень хорошо пошло. Поэтому рекомендую ручку Pilot FP88G. Ну а на этом все. Всем здоровья, удачи, счастья. Пока.